МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среди малосерийных машин конструкторского бюро Андрея Туполева реактивные торпедоносцы, дальние истребители-перехватчики и даже сверхзвуковые лайнеры. Рассказ о них в фильме «Оружие». Первые послевоенные годы характеризовались бурным развитием реактивной авиации. Основные мощности Туполевского бюро были заняты работами над поршневым Ту-4, дальним стратегическим носителем ядерного оружия. В то же время советским военно-воздушным силам срочно требовался скоростной реактивный бомбардировщик с небольшим радиусом действия. Победителем в конкурсе на разработку такого самолета стало КБ Ильюшина, но и Туполевский проект воплотился в жизнь. Это был реактивный первенец бюро Ту-14. В нем были реализованы несколько новинок, которые в дальнейшем станут широко использоваться конструкторами всего мира. Первая концептуальная вещь, которая проходила по Ту-14, это, конечно, использование трехдвухной силовой установки. Это, в общем-то, было впервые под реактивный двигатель сделано. Дальность полета Ту-14, объемный бомбовый отсек и современное пилотажно-навигационное оборудование позволили найти ему применение в качестве торпедоносца и минного заградителя. Этими машинами были вооружены несколько авиаполков на Северном, Тихоокеанском и Черноморском флотах. Они стояли на боевом дежурстве до 1960 года. Еще одной интересной разработкой Туполевского КБ стал Ту-128. Это тяжелый дальний истребитель-перехватчик. Самолет был предназначен для борьбы с американскими стратегическими бомбардировщиками Би-52. НАТОвские эксперты назвали советскую машину «разящим мечом». В начале 50-х годов на вооружение ВВС стран НАТО поступило сразу несколько бомбардировщиков, способных доставлять ядерное оружие в любую точку на территории СССР. Поступившие на вооружение советских ПВО зенитно-ракетные комплексы С-25 и С-75 не могли прикрыть все важные объекты. Перехватчики МиГ-17, МиГ-19, Як-25 и СУ-9 имели небольшой радиус боевого применения. Поэтому огромные участки границы на Крайнем Севере и Дальнем Востоке фактически остались без прикрытия. Срочно требовался комплекс дальнего перехвата. Тяжелый самолет с продолжительным временем пребывания в воздухе. В 1957-58 году было принято решение на основе работ по опытному фронтовому сверхзвуковому бомбардировщику Ту-98 первенцу сверхзвуковой авиации нашего КБ создать дальний истребитель-перехватчик и комплекс на его базе авиационно-ракетной Ту-128. Работа двигалась быстро. Самолет был принят на вооружение и заступил на боевое дежурство в системе противовоздушной обороны страны. Машина закладывалась, исходя из идеологии, не маневренный носитель, маневренные ракеты. Фактически все перегрузки, основные перегрузки, которые накладывались на систему во время перехвата, перекладывались на ракеты. Справка. Ту-128. Баражирующий перехватчик дальнего радиуса действия. Название по классификации НАТО. Фидлер. Скрипач. Длина. 30 метров. Максимальная взлетная масса. 43,7 тонны. Силовая установка. Два турбореактивных двигателя. АЛ-7Ф. Максимальная скорость. 1910 километров в час. Практический потолок. 15600 метров. Практическая дальность. 2565 километров. Вооружение. Четыре ракеты класса воздух-воздух на внешней подвеске крыла. Экипаж. Два человека. Экипажи Ту-128 постоянно поднимались на перехват натовских разведывательных и патрульных самолетов. Особенно часто им приходилось сопровождать американские разведчики, которые регулярно появлялись у северных границ СССР. Еще одним видом реальной боевой работы стала борьба с автоматическими дрейфующими аэростатами, начиненными разведывательной аппаратурой. На учениях Ту-128 успешно перехватывали Ту-95, которые играли роль американских стратегических бомбардировщиков Би-52, атакующих со стороны Северного полюса. К концу 70-х годов на смену Ту-128 пришли новейшие перехватчики МиГ-31. Однако полсотни туполевских машин оставались в строю вплоть до середины 90-х, сохраняя высокий уровень боеготовности. 128-й пользовался у летчиков хорошей репутацией за свою высокую надежность и послушность пилотирования. У каждого времени свои законы. Так сложилось, что большинство пассажирских лайнеров Туполева были гражданскими модификациями сугубо военных машин. Особенностью работы КБ была преемственность конструкции. Если создавалась успешная военная машина, то следом за ней на основе хорошо отработанных технических решений строилась машина гражданского назначения. Появление военных самолетов с реактивными двигателями заставило крупнейшие авиастроительные корпорации мира всерьез задуматься над возможностью использования силовых агрегатов этого типа на пассажирских самолетах. Учитывая положительный опыт, полученный конструкторским бюро при создании дальнего бомбардировщика Ту-16, Андрей Николаевич Туполев обратился к руководству страны с предложением построить первый отечественный реактивный пассажирский лайнер. Речь шла о создании машины, способной сделать скоростной воздушный транспорт массовым. Предложение было одобрено. Работы над проектом, получившим обозначение Ту-104, шли высокими темпами. В начале 1956 года Ту-104 с делегацией сотрудников советского НИДа приземлился в аэропорту Лондона. Стало ясно, что помимо высококлассных боевых машин, в СССР способны строить отличные пассажирские реактивные самолеты. Ту-104 находился в массовой эксплуатации до 1980 года и на длительное время стал основным лайнером гражданской авиации. Его высокие эксплуатационные свойства во многом были связаны именно с тем, что в основу конструкции был заложен отличный боевой самолет Ту-16. 15 февраля 1961 года с Ту-104 было выполнено первое в Советском Союзе наблюдение солнечного затмения с самолета на высоте 10 тысяч метров. Одна из машин этой модели использовалась в качестве летающей лаборатории при подготовке космонавтов. В салоне этого самолета моделировалось состояние невесомости. При создании первого отечественного трансконтинентального пассажирского лайнера Ту-114 в качестве базовой модели был использован стратегический бомбардировщик Ту-95. Именно с этого самолета началось активное освоение советским гражданским воздушным флотом сверхдальних международных маршрутов. Первый полет он совершил в апреле 1961 года. Ту-114 стал одним из самых экономичных и надежных самолетов своего времени. В 60-х годах на Западе его называли не иначе, как «Советский гигант» и «Русское чудо». Гран-при на Всемирной выставке в Брюсселе, 32 мировых рекорда. Ни одной катастрофы из-за отказа техники за 20 лет службы флагманам воздушного флота страны. Подобных машин в истории авиации единицы. Уникальным для советской авиации является тот факт, что салон первых выпусков Ту-114 имел три класса, различающихся по комфортабельности. Экономический, первый и четыре трехместных купе. Лайнер включал в себя две палубы, соединенных лестницей, на нижней из которых располагались помещения для багажа, комната отдыха экипажа и кухня, а на верхней – пассажирский салон. Кухня была снабжена подъемником для подачи блюд в салон. Неофициальное прозвище самолета «Змей Горыныч». Чуть менее распространенная пилорама, потому что вращающиеся винты двигателей напоминали своим видом вращающиеся пилы деревообрабатывающего оборудования. Работы Туполевского КБ над военными и гражданскими самолетами дополняли друг друга. Один из наиболее ярких примеров этому – знаменитый Ту-144. Он изначально проектировался как сугубо пассажирский сверхзвуковой авиалайнер. Первый полет Ту-144 стал событием мирового значения. Он состоялся 31 декабря 1968 года, на два месяца раньше англо-французского «Конкорда». Опыт, полученный в ходе работ над Ту-144 или «Царь-самолетом», как его называли, в дальнейшем активно использовался при создании сверхзвуковых ракетоносцев стратегического назначения. Работы по самолету Ту-144 были использованы в дальнейших работах нашего КБ по боевой сверхзвуковой авиации. В частности, по самолетам Ту-22М и по самолету Ту-160. Сегодня работа туполевской фирмы во многом направлена на создание гражданской авиационной техники. Сформирован единый модельный ряд самолетов, включающих три основных семейства пассажирских машин. Средне-дальнемагистральных Ту-204, ближнемагистральных Ту-334 и региональных Ту-324. Субтитры создавал DimaTorzok Машины конструкторского бюро Андрея Туполева составили гордость советской авиации. На них совершены дальние и сверхдальние перелеты, установлены десятки мировых рекордов. Многие самолеты с маркой Ту и сегодня находятся в строю, выполняя боевые задачи. Субтитры создавал DimaTorzok